Всем привет! Я рада приветствовать вас на мини-курсе по Фигме. Сегодня я хочу рассказать вам немножко про эту программу и посмотреть, какие же возможности есть у данного графического редактора. Для того, чтобы начать работать в Фигме, нужно перейти на сайт Figma, figma.com. В поисковом запросе он, естественно, самый первый. Я уже здесь залогинена, но если вы в первый раз заходите в эту программу, то вам нужно, естественно, как бы зарегистрироваться. Сразу скажу, что в Фигме есть возможность работать двумя способами. Это непосредственно в браузере и скачать программу к себе на компьютер. Я себе программу скачала, поэтому весь курс я буду показывать именно на версии программной, не браузерной. Но если вы не хотите скачивать, вы можете работать в браузере. Для того, чтобы скачать программу, нужно нажать на вкладку меню ресурсы и вот здесь есть кнопочка download. Здесь есть варианты для мака, для PC, да, и можно установить, нажав на любую кнопку. Условно эта программа бесплатная, платной версией пользуются крупные компании, поэтому я даже не буду рассказывать про тарифы, поскольку этот курс все-таки для новичков и все-таки для новичков-фрилансеров. Прежде чем я покажу, как зарегистрироваться, да, мы можем посмотреть вообще, что нам предлагают Фигмы. Здесь же на главном экране их сайта они показывают полный обзор, полный функционал данной программы и можно рассмотреть, посмотреть, почитать все на английском языке, но тем не менее все доступно и понятно. Какие фишки здесь есть, чем можно пользоваться, как это все применяется и что здесь можно делать. Ну, во-первых, прототипирование. Данный сервис позволяет делать динамичные прототипы, то есть прототипы, которые движутся. Об этом мы поговорим чуть позже в других модулях. Здесь же можно работать с векторной графикой, создавать веб-дизайны, дизайны мобильных приложений и прочее. То есть здесь внизу есть кейсы, которые можно посмотреть, прототипы UX-дизайн, UI-дизайн. Здесь же есть блок, он постоянно дополняется, пополняется какими-то новыми фишками. Все на английском языке, но опять же, если мы говорим о дизайне, то практически все программы на английском языке. Поэтому английский язык стоит учить и, естественно, переводить, читать все, что здесь написано. Это очень интересно. Теперь про регистрацию. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно нажать на кнопочку Sign Up и здесь есть регистрация, то есть создать аккаунт e-mail и пароль, либо можем залогиниться с помощью Google. У меня уже аккаунт есть, поэтому я нажму логин и просто с помощью Google залогинюсь. Сразу мы переходим в рабочее окно. Здесь открываются последние работы, причем работы не только те, которые вы создавали, но и те, которые вам присылали. Поскольку мои ученики на тренинге по созданию сайтов создают прототипы и дизайны именно в фигме, то здесь как бы и их дизайны тоже сохраняются. Далее у нас здесь есть поиск. Если у вас огромное количество дизайнов, каких-то файлов, проектов, вы можете ввести здесь название и как раз таки вам отобразится то, что вы ищете. Здесь же есть плагины, мы о них поговорим чуть позже. Они позволяют создавать невероятные вещи в фигме. И как раз таки драфт – это наши черновики, то есть черновики, в которых мы работали. Здесь как раз таки отображаются те работы, которые вы создавали сами или в которых вы что-то меняли, редактировали и сохраняли. В принципе, это все, что нам нужно знать. Здесь же есть удаленные. Если вы вдруг что-то удалили, что вам не нужно, видите, у меня здесь куча пустых всяких файлов, они сохраняются здесь, если вдруг вы нечаянно удалили. Здесь же есть возможность работы в команде, но на данном курсе мы рассматривать это не будем, поскольку работа в команде – это все-таки для больших компаний. И, естественно, тариф здесь уже будет совершенно другой. Я буду работать все-таки в установочной версии. Мне так удобно, потому что у меня очень часто открыто много вкладок. Вкладок в браузере я ищу какие-то киты, я ищу какие-то файлы, которые очень легко, кстати, для фигмы найти. Какие-то примеры, прототипы и так далее. И искать среди тысячи вкладок вкладку фигмы мне неудобно. Мне проще переключаться между браузером и программой. Поэтому, если вы хотите скачать программу, вам нужно, еще раз повторюсь, выйти, разлогиниться, скачать программу, то есть вот здесь нужно выйти, зайти во вкладку «Меню ресурса», зайти в «Downloads» и здесь выбрать установочник, который вам нужен. Для АПП, то есть именно для десктопной версии, есть для Mac, есть для PC, для Windows. Здесь же есть зеркало, оно вам не нужно, и здесь же есть установочник, если вы работаете, допустим, не на десктопе. Устанавливаете, также логинитесь, и все у вас работает. То есть, что бы вы где ни делали, будете вы делать в браузере, у вас все это будет отображаться в вашей десктопной версии в программе. Будете вы работать в десктопе, у вас все это будет переходить непосредственно в браузер. Они друг с другом очень хорошо связаны. Очень большой функционал, который, естественно, мы на данном курсе рассмотрим, вот моя десктопная версия. Что мы здесь еще можем сделать? Ну, во-первых, у нас здесь есть две кнопочки переключения, это основное меню, и плюсик – это создание непосредственно файла, объекта, прототипа и так далее, именно в черновике. Также мы здесь можем переносить, непосредственно искать какие-то в интернете файлы, прототипы, может быть, дизайны, и переносить сюда. Ищутся они просто, очень просто, они все в открытом доступе. И первый файл, который я хочу вам показать, это материал Design Kit от Google, от самой знаменитой компании у нас. И вот он, самый первый у нас выходит. Мы можем посмотреть, здесь есть какие-то иконки, здесь есть какие-то плюсики и так далее, кнопки, как они переключаются. Для того, чтобы открыть, мы можем просто нажать «Открыть», и вот он у нас появляется в браузере. Естественно, мы здесь ничего сделать не можем, поменять не можем. И для этого нам нужно что-то, он уже скопированный, то есть он копируется. Если он не скопировался, мы можем просто продублировать, сделать дубликат, открыть дубликат и уже в дубликате работать и что-то менять. Это очень круто, потому что мы можем применять какие-то иконки, какие-то кнопки, какие-то шрифты, размеры, начертания цвета в своих дизайнах. И для того, чтобы, скажем так, не искать, не рисовать заново, вот такие вот помощники, они для дизайнера очень крутые. Здесь есть несколько страниц, которые мы можем использовать. Здесь на этих страницах мы можем видеть, как располагаются тексты по сеткам. Про сетки мы тоже с вами поговорим. Кнопки, как они ведут себя в той или иной ситуации. Здесь же есть какие-то иконки, иконки при наведении. Здесь есть переключатели. В общем, все это мы можем использовать для своего сайта. Здесь же есть компоненты материалы. Это могут быть какие-то там списки, окна, всплывающие окна, кнопки, кнопки при наведении, как себя ведут. То есть все это можно скопировать и, естественно, использовать в своих дизайнах, при этом поменять там цвет, поменять начертания, шрифты и так далее. Все это меняется. Ну, естественно, здесь есть цветка, палетка цветов, которые мы также можем использовать по коду, да, очень удобно. Также мы можем искать уже готовые прототипы. Ну, допустим, любой прототип, прототип Figma, да, они практически все бесплатные. Здесь даже если ты закрываешь в программе доступ, то скопировав к себе, да, сделав дубликат и расшарив его, ты все равно можешь там ковыряться, менять что-то и так далее. Здесь есть прототипы, которые мы можем посмотреть. Сама Figma нам дает, как работать с ними, да. Ну, допустим, прототип, прототип какого-нибудь сайта. Здесь есть Apple виджеты, вы можете это скачать. Здесь есть уже готовые сайты, и мы можем просто посмотреть, да, как они себя ведут. И установить. Открывать данный файл двумя щелчками клавиши мыши не нужно. Он не откроется, потому что у него разрешение Figma. И открыть этот файл очень просто и легко, просто применив. Перетаскивание, которое называется Dragon Drop. Перетаскиваем. И он у нас импортируется. То есть так вы можете импортировать файлы, делать дизайны, что-то в них менять, да, тренироваться и так далее. И теперь мы можем открыть и посмотреть данный файл. Что у нас здесь есть. Здесь же мы можем брать сетку, кнопки, иконки, картинки и переносить на свой дизайн. Но желательно использовать, конечно, все индивидуальное, уникальное. То есть не копировать дизайны. Ну, а про саму непосредственно функциональность, про инструменты мы поговорим в следующем уроке. Итак, подведем итог по возможностям. Figma – это графический редактор, где можно делать прототипы дизайна. Можно работать как в браузере, так и в программе. Можно использовать материалы, которые предоставляют в интернете, да, уже готовые какие-то кнопки, формы и так далее. Можно просматривать дизайны, опять же, в свободном доступе, которые в интернете лежат. Какие-то иконки, шрифты использовать с этих дизайнов. Также можно работать в команде, но мы об этом не будем разговаривать. Это все-таки для компаний. Все наши прототипы, даже которые мы просто открывали, и дизайны, они остаются у нас во вкладке «Последние». И для того, чтобы работать, да, у нас здесь, для того, чтобы найти что-то, у нас здесь есть поиск. Для того, чтобы работать, у нас здесь есть черновики, в которых мы работаем самостоятельно. Если достаточно много у нас дизайнов, мы можем найти по поиску. Для этого обязательно обращайте внимание на название и запоминайте их. Либо же вы их можете переименовывать под себя, для того, чтобы вам было удобно. Потому что если вы будете заниматься дизайном и прототипированием, то разных материалов и дизайнов с фичами у вас будет достаточно много. Для того, чтобы начать работу, для того, чтобы начать создание, нам нужно нажать на плюсик, и у нас откроется новое рабочее окно. Про весь инструментарий и про весь функционал программы Figma мы поговорим с вами в следующих модулях, в следующих уроках.